Здравствуйте, в эфире новости из Венгрии на телеканале М1 и я их ведущая Дарья Фоменко. Коротко о главных событиях дня. Записаться онлайн уже можно на три разные вакцины. Со среды для зарегистрированных стал доступен российский спутник, заявила главный санитарный врач на пресс-конференции оперативного штаба. Цицилия Мюллер напомнила, полная защита образуется только после второй прививки. Она также отметила, что еженедельные анализы сточных вод показывают, что количество следов коронавируса по всей стране не увеличивается. При анализе эпидемиологических данных главная всегда тенденция. В настоящее время мы наблюдаем стагнацию, то есть ситуация обнадеживающая, показатели снижаются, но все еще очень нестабильна и хрупко. Поэтому прошу всех соблюдать правила гигиены и прививаться. После выпускных экзаменов 10 мая начнется вакцинация возрастной группы 16-18 лет, заявил госсекретарь. Чабедометр добавил, чтобы получить прививку, молодые люди должны сначала зарегистрироваться, а после записаться на определенное время на вторую половину следующей недели. Молодые люди от 16 до 18 лет получат вакцину Pfizer в прививочных пунктах. Мы просим молодых людей от 16 до 18 лет и их родителей зарегистрироваться, чтобы они могли записаться на прививку, которая состоится на следующей неделе. Для 16 и 17-летних необходимо будет для этого иметь письменное согласие родителей. Мы смогли начать новый этап кампании вакцинации, потому что в Венгрии имеется достаточно вакцины. В Венгрии и Финляндия являются чемпионами экологически чистого экономического роста, заявил министр иностранных дел финской столицы. Петер Сиарту отметил, что Венгрия – одна из немногих стран, которые смогли увеличить свой экономический потенциал при сокращении вредных выбросов. Он также говорил о том, что в конце мая Венгрия возьмет над себя председательство в Совете Европы, и она будет стремиться к принятию общего регулирования, которое обеспечит рост европейской экономики при сохранении природы. На этом у меня все. Благодарю за внимание. Увидимся завтра в это же самое время. Берегите себя и своих близких. До свидания.